В Самаре прошло выездное совещание Совета Безопасности под председательством Николая Патрушева. В нем приняли участие полпредпрезидент России ФПФО Игорь Комаров, главы регионов округа, представители федеральных министерств и ведомств. Особое внимание уделили проблемам экологической безопасности в субъектах страны, находящихся в пределах Приволжского федерального округа. Сегодня надо отметить, что вся работа организована в рамках национального проекта «Экология». В Чувашии в 2018 году была утверждена госпрограмма, которая направлена на развитие природных сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности. Основных направлений, какие может быть везде несколько, это прежде всего борьба со свалками, это чистая страна, это комплексная организация обращения твердых коммунальных отходов. Естественно, это программа оздоровления Волги, и здесь идет очень большая работа по строительству новых очистных, реконструкции существующих очистных, и доведение сбросов в Волгу до, ну у нас в ближайшее время это до 90% уже очищенных, ну и конечно же будем стремиться к 100%. Ну и конечно же надо делать все, чтобы беречь в целом ту экологию, которую мы радуем. Радует то, что Чувашия традиционно оказывается в числе тех регионов, где достаточно чистая экология, благополучная среда обитания. И для того, чтобы поддерживать эти направления, сейчас мы работаем над программой борьбы с эрозией и развития лесов таким образом, чтобы эта работа обеспечивалась комплексом. С одной стороны, чтобы у нас появлялись новые леса, которые будут решать сразу несколько задач. То есть помимо прямой экологии, еще и решать вопросы борьбы с эрозией, потому что для Чувашской республики это тоже актуально. Местность очень овражистая. К сожалению, последние 30 лет эта тема была заброшена. И гидротехнические сооружения, которые функционировали, а их более 500, они находятся зачастую в плачевном состоянии. И вот буквально в этом году мы примели полную ревизию всех этих сооружений. И сейчас разработали комплексную программу по их модернизации и приведению их нормативного состояния, конечно же, с учетом уже новых технологий, которые сегодня появились.